Всем привет вы на канале Вещь и мы будем говорить об истории возникновения обычных для нас вещей. Много ли мы знаем о вещах которые нас окружают в жизни? Скорее всего не очень. И поэтому мы попытаемся разобраться в этих простых вещах. И наша сегодняшняя история о главном средстве сохранении передачи человеческих мыслей. Книги. Как, когда, зачем и почему она появилась. Давайте разбираться. Поехали. Как и у людей у книг есть своя судьба и своя история. Давайте заглянем в далекое прошлое книг. В современном виде в котором мы привыкли их видеть книги существуют уже более 500 лет. Но это не значит что до этого времени человечество не знало книг вообще. Только вот книги имели другой, часто непривычный для нас вид. Наши предки были людьми изобретательными и использовали для изготовления первых книг то, что предлагала им окружающая их природа. Устная передача – самый древний способ передачи знаний в истории человечества. После изобретения древними цивилизациями систем записи люди начали использовать для письма почти все, на чем можно было писать. Глиняные таблички, кору дерева, листы металла. Там где росли пальмы люди научились делать страницы из пальмовых листьев. Затем шивали их в форме веера и писали на них тонкими заостренными палочками. Там где не было никакой растительности например у жителей Крайнего Севера писали на костях животных и моржовых клыках. А у кого была мороженая рыба писали и на рыбе. Жители Азии писали на тканях, в Китае писали на шелке. В античном мире писали книгу на воске. Восковая табличка представляет собой деревянную доску, покрытую слоем чего? Правильно, воска. На них можно было писать и стирать написанное с помощью палочки. Один в конец который был заострен для письма, а другой полукруглый стирал. Время от времени воск счищался и дощечки покрывались им заново. Существующее выражение с чистого листа происходит именно из-за этой процедуры. Часто таблички складывались воском вовнутрь и соединялись по нескольку штук кожаным ремешком. Получалась книжка. Дети на них учились, рисовали, поэты писали стихи, щитоводы вели щита. Несколько тысячелетий тому назад вавилонцы и ассирийцы придумали писать на глиняных табличках. Специальной палочкой выдавливали буквы в виде клинышков. Поэтому такая письменность и носит название «клинопись». Каждая табличка нумеровалась, затем сырые глиняные таблички обжигались в печи и складывались в корзину. И это была тоже книга. А в Древней Руси люди писали на бересте. Это был дешевый, но недолговечный материал. С березы снимали верхний слой коры, кипятили, скоблили. После этой обработки береста становилась мягкой и эластичной. На ней писали острым железным или костяным стержнем. И до наших дней сохранилось небольшое количество таких берестяных грамот. А вот древние египтяне в большей степени приблизились к современным представлениям о книге «На берегах Нила в Древнем Египте рос папирус». Стебель этого растения очень легко расщепляется на волокнистые ленты. Из них вручную делали длинные полосы, выглаживали и сворачивали, в свиток. Записи на этой ленте делались столбиками. Текст писали красной охрой в основном заголовке и черной сажей основной текст. Затем папирусная лента сворачивалась в трубку и аккуратно хранилась. На них египтяне записывали стихи, рассказы, всевозможные сведения, используя иероглифы или рисуночное письмо. Но папирус рос не везде. А папирусный свиток плохо сохранялся, крошился, рассыпался, писать на нем можно было только с одной стороны. Кстати, папирус производился не только в Египте, но и в других местах. А одним из крупнейших поставщиков папируса был финикийский город Библ, чье название стало ассоциироваться с книгами. Именно отсюда идут такие слова, как Библия и Библиотека. К слову о библиотеках. Многие просвещенные правители прошлого создавали великие библиотеки, где пытались собрать большинство книг того времени. Одна из первых подобных библиотек — библиотека ассирийского царя Ашурбанипала, найденная археологами, стала ценным источником исторических знаний о Древнем мире, так как в ней по приказу царя были собраны все ценные книги Древнего Востока. Но самой грандиозной была Великая Александрийская библиотека, созданная по приказу египетского царя Птоломея. В момент своего расцвета она хранила более 800 тысяч папирусных книг, практически в ней были собраны все письменные произведения античности и Древнего Востока, труды греческих философов и ученых, исторические хроники, египетские и вавилонские мифы, художественные романы и многое другое. К величайшему сожалению Александрийская библиотека была сожжена. Ну а мы вернемся к папирусным свиткам. Из Древнего Египта они получили широкое распространение в античном мире. Ими активно пользовались древние греки, а позднее и римляне. Именно в римскую эпоху огромная популярность приобретают художественные книги, романы. Ведь даже само слово роман переводится как римский. Просвещенные римляне действительно любили читать. Чтение у них считалось достойным и даже модным занятием. Читали везде в садах и парках, банях и даже на перах. А так как длинные свитки при чтении разворачивать было не совсем удобно, находчивые римляне придумали их нарезать на отдельные листки и сшивать в аккуратные книжечки в кожаном переплете. Такие книги, названные кодексами, обычно со стихами известных поэтов, знатные римские аристократы, патриции часто дарили друг другу. И именно римские книги-кодексы стали прообразом таких привычных для нас бумажных книг. С падением Римской империи настали так называемые темные века, которые весьма плохо повлияли на книжное дело. Во-первых, на главную историческую сцену вместо просвещенных римлян и греков вышли безграмотные варвары, умеющие хорошо махать мечом и стрелять из лука, но совершенно не понимающих ценность произведений Цицерона, Витрувия или Аристотеля. А во-вторых, с падением Римской империи прекратились поставки папируса в Европу, этого главного книжного материала. Как результат, на Европу раннего средневековья опустилась тотальная безграмотность. Безграмотными были даже короли, не говоря уже о простолюдинах. Единственными островками грамотности, науки и культуры и, конечно же, книжного дела оставались христианские монастыри. Распространение христианства дало новый толчок к книжному развитию, ведь в каждой церкви должна быть священное писание, Библия, а также сборники молитв, которые монахи переписывали в массовом порядке. Так как при богослужении книгой свитком пользоваться было неудобно, от слова совсем, то книги в переплете книги-кодексе с подачи христианских монахов окончательно вытеснили книги-свитки. Что же касается отсутствия папируса в средневековой Европе, то ему нашли замену в виде другого материала — пергамента. Само его название происходит от города Пергам, где еще во II веке до нашей эры придумали делать записи на специально обработанной коже животных. Именно пергамент начали массово применять для создания книг в средневековье. Он был более прочным, нежели папирус. На нем можно было писать с двух сторон, а в случае необходимости можно было стереть одну запись и поверх написать другую. Но был у пергамента и один существенный недостаток — он был очень дорогим. Дороговизна пергамента обусловлена трудоемкостью его производства. Делать пергамент приходилось не меньше двух недель, на протяжении которых коровью, овечью или козью шкуру вымачивали в известняковом растворе, выбеливали мелом и шлифовали. Хороший пергамент был таким же гладким и белым, как современная бумага, только более тяжелым. Чтобы книга из пергаментных листов не разлеталась, ее сшивали и заключали в специальный переплет из деревянных дощечек. В целом на одну книгу уходило шесть-семь коровьих шкур, ну или оторо овец. Готовые книги украшались богатым окладом, драгоценными камнями и бережно хранились. Стоили такие книги, конечно же, очень дорого. И чтобы уберечь от воровства, в библиотеках их приковывали цепями к столу. Появление бумаги было очень важной исторической вехой в культурном развитии человечества. Она сразу расширила применение письменности, которая до этого времени оставалась достоянием лишь царей. Их приближенных и небольшого круга ученых. Бумагу изобрели в Китае. Заслуга этого великого изобретения приписывается китайцу Чай Лунюм, который жил примерно около 2000 лет назад. Китайцы настолько ценили его изобретение, что даже причислили этого человека к лику богов, воздвигали в честь него храмы. Китайцы ревностно хранили секрет производства бумаги. Более 800 лет никто в мире не мог сделать бумагу и покупали ее только у китайцев. Сначала бумагу вручили изготавливали из шелка, потом из тряпья, потом из перемолотого дерева целлюлозы. Но в мире не существует вечных секретов. Пришло время, и тайна изготовления бумаги была силой выпытана арабами у пленных китайцев. От арабов секрет распространился среди европейских народов и по миру. Она стала во всех странах идеальным материалом для письма. Первые книги были рукописные. Их писали вручную. Знающие грамоту люди – писцы. Обычно это были церковные служители. Приступая к работе, писец брал стопку листов и тщательно расчерчивал их параллельными линиями. Для письма использовались гусиные перья. Перо сначала нужно было расщепить и заточить. Делали это небольшим ножичком, который с тех пор называется перочиным. Догадываетесь почему? Описали рукопись чернилами. Первые чернила делали из дубовых орешков. Они же желуди. Заголовки или первые буквы писец писал растворенным золотом, которое приготовили золотого порошка, смешанного с рыбьим клеем. А где экономили – писали красной краской. И теперь вы понимаете, откуда пошло выражение «писать с красной строки». Рукописи писались очень медленно. Иногда до года при свечах и лучинах. Электричество, дорогие друзья, еще не придумали. Это был тяжелый труд. И кстати, там была целая иерархия работников. Каждый занимался своим делом. И сколько бы люди ни старались, книги оставались с предметом роскоши и нужно было что-то с этим делать. Большинство людей не умели читать, в чем смысл учиться. И знания были в значительной степени ограничены тем, что человек видел, слышал и испытывал в своей жизни, в своем городе или деревне. И тут появился он – первый изобретатель книгопечатания – Иоганн Гутенберг. Гениальное изобретение Гутенберга состояло в том, что он изготовлял из металла подвижные выпуклые буквы, вырезанные в обратном виде, набирал из них строки и с помощью пресса оттискивал на бумаге. При помощи этого способа он напечатал свою первую книгу – знаменитую Библию Гутенберга, между 1453 и 1456 годами. Шрифт Гутенберга хранился в специальной кассе, каждая буква отдельно. Если брать из ящика буквы, то было очень просто набирать слова строчки, страницы. Набрав текст и напечатав страницу, можно было разбирать и складывать буквы по своим местам, после чего можно было набирать очередную страницу. Эта система используется до наших дней, хотя изобретатели сделали немало, чтобы ускорить этот процесс. Изобретение Гутенбергом печатного станка означало, что книгу можно выпускать в больших количествах, быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде. Это привело к социальной и культурной революции, последствия которых все еще видны и ощущаются сегодня. Это был интернет своего дня. Никто точно не знает, что именно побудило Гутенберга сделать свою первую печатную машину. По профессии он был ювелиром. Но что произошло, то произошло. Конструкция первого печатного станка оказалась настолько удачной, что просуществовала без принципиальных технических изменений около 350 лет. Почему так долго? Потому что книгопечатание утверждалось в Европе с большим трудом. Против него то и дело воставали переписчики книг, боясь, что его распространение лишит их работы. Но все-таки прогресс было не остановить. В эпоху кризиса католической церкви с началом реформации печатные памфлеты против Папы Римского разлетались, как горячие пирожки. Огромной популярностью стали пользоваться и предсказания астрологов. А с ростом всеобщей грамотности, появлением школ и университетов появился и огромный спрос на книги, которые благодаря бумаге и книгопечатанию стали гораздо более дешевыми и доступными. Книжное дело, будто бы пережив спячку в средневековье, когда в ходу были одни лишь религиозные церковные книги, возродилось с новой силой. Вновь пишутся и печатаются светские книги, и утопические романы и научные трактаты по медицине, астрономии и даже кулинарные книги. Первые печатные книги выглядели во многом схожи со средневековыми пергаментными книгами. Они были такими же массивными, тяжелыми, с вычурными готическими шрифтами. Изменения в этом деле начал итальянский издатель Альтмануци. Он первым заменил готический шрифт удобными для чтения буквами. Примерно в это же время появляется первая книжная цензура. Так католическая церковь активно борется с еретическими, на ее взгляд, трудами реформаторов Лютера, Кальвина, Свингли. Под запретом попадают и научные труды Николая Коперника, Галилео Галилея и многие другие книги более поздних авторов. Например, энциклопедия французских просветителей Даламбера и Дидро, которую первое время выдавали подпольно. Вскоре свободолюбивая Голландия становится одним из самых больших центров европейского книгопечатания. Если в наши дни в Голландии можно сделать много вещей, то в 17 веке там можно было легально напечатать любую, даже самую еретическую книгу и не угодить при этом на костер. Первые книжные издательства на заре своей истории выглядели практически так же, как и в наши дни. В них работали граверы иллюстрации, печатники, переплетчики. Благодаря труду этих людей новая книга появлялась на свет. Большим прорывом в плане производства бумаги был 1799 год. Француз Луи Николя Робер изобрел первую бумагоделательную машину непрерывного действия. Этот год считается датой изобретения бумагоделательных машин. Бумага есть, нужно ускоряться с печатью, что и происходило в то же время. В 1796 году Алоиз Зенельфельдер, увидев четкий ржавый отпечаток бритвы на садовом камне, изобретает по принципу аналогии новый способ плоской печати – литографию, который был впервые реализован в ручном литографском печатном станке волковой конструкции. В качестве формы использовал известковый камень, на который тушью наносилось изображение, после чего поверхность камня обрабатывалась кислотным раствором для образования пробельных элементов на участках камня, не защищенных тушью. Год спустя Зенельфельдер изобретает рейберный печатный станок для получения оттиска с литографского камня. В это же время на арене появляется Фридрих Иоганн Кёнинг, немецкий изобретатель ротационной печатной машины. Парень был не по годам одаренным и сообразительным. И уже в 15 лет у него были первые наработки по поводу доисторического ксерокса. Но только через 20 лет под патронатом лондонских типографий Кёнинг выпускает первый скоропечатный станок. Это случилось в 1810 году и было настоящим прорывом в печатной индустрии. Станок мог производить до 400 оттисков в час. И уже через 4 года для типографии Таймс он создал две машины, печатающие до 1000 оттисков в час. А затем через небольшой промежуток времени производительность увеличилась вдвое. Путем всевозможных доработок этих технологий книга становится общедоступной. И в конце 19 века рождается массовая литература, которая стоит на трех китах – детективах, дамских романах и фантастике. Книги теперь покупаются и читаются не только лишь для самообразования, но и для развлечения. Досуга. Появляются первые книжные бестселлеры. Например, в Англии такими стали приключения Шерлока Холмса Артура Конана Дойля. В конце 19-х – начало 20 века эта книга пользовалась бешеной популярностью. Так же, как примерно в конце 20 века стали популярными книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. К середине 20 века производство книг в Европе перешагнуло отметку в 200 тысяч наименований в год, а сколько их произведено в мире – невозможно сосчитать. Сегодня при изготовлении книг чаще всего используется технология оффсетной печати или литографии, при которой краска с печатающей формы переносится на бумагу через промежуточный цилиндр. Страницы последовательно распечатываются на рулонной бумаге, которая впоследствии разделяется на отдельные листы, таким образом, что в итоге книга сразу будет собрана в правильном порядке. Такой станок соответственно называется рулонным или ротационным. Существуют также и оффсетные станки, печатающие на отдельных листах, а не на рулонах. После сбора листов с оттисками осуществляются переплетные работы. В середине прошлого века соответствующая часть работы выполнялась обособленными предприятиями, которые не занимались книгопечатанием и выполняли только лишь работу по переплету книг. Для современного книгопечатания характерна стандартизация. Изготавливаемые книги имеют, как правило, определенный размер и формат. В англоговорящих странах, за исключением США, доминируют британские стандарты. Собственные нормы и правила действуют в странах Европы. Помимо прочего, в конце 20 века книги изготавливаются также и методом цифровой печати. При этом страницы формируются примерно тем же способом, что и документы, печатаемые офисной техникой, лазерными принтерами или копировальными аппаратами, с использованием тонера, а не чернил. Такой подход позволяет печатать с малой тиражи изданий, до нескольких сотен экземпляров. Оформление, содержание, классификация и хранение книг тоже имеют очень много нюансов, но мы это оставим библиофилам и переберемся в 21 век. Куда же в век нанотехнологий без электронной книги? Этот термин применяется по отношению к книге, содержащей информацию обычной книги, но представленную в цифровом формате и размещенной на электронном носителе. Нарастающее число публикаций поставил перед библиотеками вопрос хранения столь большого массива печатной информации. Появление электронной книги позволяет не печатать информацию в виде бумажных книг, а хранить ее на гораздо более емких электронных носителей. В электронных библиотеках предоставляет доступ к ней как локально, так и дистанционно, через интернет. Электронные книги имеют как свои плюсы, так и минусы. Но в связи с некоторым неудобством существующих систем чтения электронных книг, люди зачастую отдают предпочтение традиционным бумажным книгам. А есть еще аудиокниги. Для ее создания текст того или иного произведения начитывается человеком, как правило профессиональным диктором, после чего записывается на какой-либо звуковой носитель. К тексту может также добавляться определенное шумовое или музыкальное сопровождение. И всего на сегодня существует примерно 130 миллионов наименований книг. И самой большой книгой в мире является «Кодекс Гигас» — грандиозный рукописный свод начала 13 века. Эта гигантская книга содержит 640 страниц, размер переплета — метр на пятьдесят, толщина книги — 22 сантиметра, а вес — всего 75 килограмм. Самой маленькой книгой в мире является книга размером миллиметр на миллиметр. Книга была отпечатана тиражом в 250 экземпляров японским издательством в 2012 году. И говоря о книгах нашего времени, то с одной стороны, любовь к книгам сейчас вытесняется телевизором, компьютером. Ведь проще посмотреть какой-то фильм, поиграть в компьютерную игру, нежели почитать книгу. А с другой стороны, умные и образованные люди, стремящиеся к познанию, всегда будут читать и им ездят развернуться в современную компьютерную эру. Ведь книги получили новое развитие и к тому же с развитием интернета можно легко получить доступ к самым разным книгам, даже не выходя из дома. И пусть это уже не папирус, пергамент, да или просто бумажный переплет, а звук или отображение на экране — вы получаете информацию нужную вам. И это здорово! Смотрим, слушаем, комментируем и подписываемся, чтобы знать о простых вещах еще больше. С вами был канал Вещь.